Украина привет! Харьков на звязку! Джин Санюк снова в Украине! Арахамия угрожает коррупционерам! Боевые наркоманы на России! Эти и другие новости в сегодняшнем выпуске! И по традиции напомню, что нужно обязательно подписаться на этот канал, поставить лайк этому видосу и написать комментарий! Поехали! В России неимоверными темпами растет безработица из-за массового ухода иностранного бизнеса. На полках магазинов остается все меньше и меньше качественных европейских продуктов. Экономика страны катится в бездну. Страна теряет каждый день миллиарды долларов из-за войны в Украине. Отправились на концерт Кобзону уже более 120 тысяч рапсиян. Школы и больницы разваливаются из-за отсутствия финансирования. На крышах столицы устанавливают ПВО. В общем, есть горячие темы для обсуждения и дискуссий. Но на зомбоящике в это время обсуждают более важные темы для рапсии. А вот в Британии забастовки железнодорожников привели в том числе к тому, что британские проститутки впервые не могут дождаться своих клиентов. Которые попросту не могут добраться до жрец любви. Электрички не ходят. Поэтому каждый английский бордель с 3 января уже потерял от 30 до 70 тысяч фунтов стерлингу. Бедные. И эти дегенераты называют себя журналистами. Для меня работа журналиста это репортажи с горячих точек. Интересные документальные фильмы. Расследование коррупции и воровства властей. Важные социальные передачи и проекты. А эти шляпы вливают зрителям про тяжелую жизнь английских проституток. И что смешнее всего. Любая английская проститутка в разы лучше живет, чем весь средний класс на России. Если ее побьют, она может обратиться за помощью к полицейским. А на России, если тебя побьют, ты приедешь в райотдел писать заявление и тебя снова побьют. В лучшем случае. А в худшем гантели изнасилуют. Борис Джансанюк в очередной раз приехал в Украину и посетил Бучу и Бородянку. Я обожаю этого мужика. Ну посмотрите на него. Терминатор политики. И даже после ухода с поста премьера он продолжает поддерживать нашу страну и наш народ. Вот такой министр обороны нам нужен. Тогда там точно никто не будет покупать яйца по 170 гривен для военнослужащих. И картошку в три раза дороже. Но если уж мы коснулись этой темы, то нужно ее полноценно озвучить. Журналисты «Зеркало недели» опубликовали материал, в котором утверждают, что Министерство обороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже их реальной стоимости. Все это делали через фирму-прокладку «Актив Компани», компанию с составным капиталом в 1000 гривен. Минобороны сначала замолчали и никак не комментировали статью. А потом, естественно, начали все отрицать и говорить о информационной диверсии. В итоге вообще обвинили журналистов и обратились в СБУ. Но также сказали, что проверку в своем ведомстве относительно этих обвинений они проведут. Мы, конечно, 100% не виноваты, но проверку проведем. Ну, сложно судить о этой ситуации, не имея на руках документов. Но зная коррумпированность наших чиновников, почему-то больше я верю журналистам. Если что куля в лоб, то куля в лоб. Ну, а что самое смешное в этой ситуации, так это заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахами. Он заявил, что этой весной посадки точно начнутся. Не пойму, а зачем ждать весны? В январе коррупционеров не сажают? Кто-нибудь объясните этому «Слуге народа», что коррупционеры – это не картошка. Их можно и зимой сажать. Воспользуйтесь этим. Три года уже обещаете, что начнутся посадки. И в итоге коррупционеры гуляют на свободе. В конце августа НАБУ и СБУ расследование в Запорожской администрации проводили. Там чинуши гуманитарку составами воровали. И что, кто-то сидит? Я думаю, их даже с должностей не сняли. Хотя не думаю, я практически в этом уверен. К этому голословному заявлению Давида Арахамии про расследование и посадки подходит одна крылатая известная фраза. Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя. Слышь. Украинские военнослужащие взяли в плен Орка с ЧВК «Вагнер». На допросе он заявил, что пришел в Украину бороться с нацистами. Но есть один нюанс. Я в уколы Вадим Вадимович. Номер жетона К47-210. Приехал бороться с нацистами. Повернись. Ты боец Вагнера? Повернись ко мне обратно. Да, я из ЧВК «Вагнер». Рашист весь в нацистских свастонах приехал в Украину бороться с нацистами. Нацист приехал бороться с нацизмом. По идее он должен был самоубиться, как только пересечет украинскую границу. Это было бы хотя бы логично. Хотя какое логичное мышление может быть в головах у Ваты? Все видели этот мем про наркомана на медкомиссии. Ну, посмеялись и забыли. А оказывается, это был в осени мем. Ебать пиздули. Да, интересные военные мемели. Вот так на России любая ересь может воплотиться в жизнь. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это очень поможет развитию канала. И не забывайте донатить на ЗСУ. Перемога за нами. До побачення.